В Ямальском районе идет подготовка к выборам депутата районной думы 6-го созыва муниципального образования Ямальский район, а также выборы главы муниципального образования Силоновый порт Ямальского района. Большинство кандидатов уже заявились, регистрация участников начнется в ближайшее время. На сегодняшний день по семи избирательным округам на территории Ямальского района подали заявление на выдвижение 31 кандидат. Из них 15 кандидатов от Единой России, 4 от Справедливой России, 4 от ЛДПР, 3 от КПРФ и 5 человек идет в порядке самовыдвижения. По выборам главы нового порта подали заявление 4 человека. В настоящий момент идет подготовка к регистрации, проверка документов, проверка сведений, предоставляемых кандидатами. Ежегодно в Ярселе представители общественной палаты проводят осмотр детских площадок на факт наличия неисправностей, поломок и дефектов. Цель таких мероприятий обеспечить безопасность детей, играющих на этих объектах и недопущение среди них травматизма. В этом году подобный рейд состоялся 24 июля в первой половине дня. Собралась комиссия в составе представителей общественных организаций, администрации местного поселения. Инициатором данного мероприятия выступила общественная палата ЯНАО с целью проведения проверки по детским площадкам села Ярселе. Всего было запланировано посещение четырех площадок, находящихся по улице Советская возле магазина «Стрелец», по улице Федорова возле домов 20-20Б, по улице Пугаевского за магазином «Северный» и в квартале «Полярный-2». По результатам рейда значительных поломок обнаружено не было. В основном различные игровые элементы требуют покраски. В некоторых местах есть небольшие повреждения покрытия. В ближайшее время все эти недочеты будут устраняться. Эмальские ученые провели первичное обследование останков мамонта, найденного несколько дней назад в одном из озер 25 километров от села Сииха, Эмальского района. Фрагменты скелета с мягкими тканями вымершего животного обнаружили местные жители. Об уникальной находке ученым сообщил глава села Станислав Ануйта. Тундровики, обнаружившие останки, подняли на поверхность озера черепа животного, нижнюю челюсть, несколько ребер и фрагмент конечностей с сохранившимися сухожилиями. В цели сохранности находки найденные останки оставили в воде, чтобы избежать их пересыхания. Специалисты пришли к выводу, что костные останки, скорее всего, принадлежали взрослой особи. Ну мы сейчас видим то, что уже на поверхности. Это часть скелета мамонта, затылочная часть черепа, несколько костей, вероятно, скорее всего, это кости передних конечностей. Что находится в воде, мы пока еще не знаем, там тоже еще есть какие-то остатки, но что это уже целая находка, какой-то полный или частичный скелет, это уже понятно. Ученые предполагают, что на большой глубине в вилле залегает остальная часть скелета, для извлечения которого потребуется специальная техника и время. Обнаружение останков мамонтовой фауны на Ямале всегда сопровождается большим научным интересом и помогает больше узнать о жизни гигантов ледникового периода, причинах их вымирания. С наступлением лета Ярселе с каждым годом преображается и благоустраивается, наполняется цветами. Сделать поселок красивее и приятнее стараются многие жители, в том числе и организации, трудовые коллективы. И в этом случае сотрудники ЯЦНК не исключение. Уже второй год они благоустраивают территорию возле своего учреждения. Высадка цветов, декоративные украшения, высадка деревьев и кустарников. Это у нас музыкальный сад. Оформляли мы все вместе дружно и решили оформить в этом году сад именно в таком направлении. Ну, так как являемся творческим учреждением, учреждением культуры, соответственно, все то, что у нас в оформлении, оно и отображает нашу деятельность. Мы стараемся каждый год вносить какую-то изюминку, что-то интересное, но вот рояль именно в первый раз поставили. Автором такой оригинальной идеи выступил руководитель клубной системы района Оксана Лосынова. Несколько видов цветов было высложено этим летом. В основном это пиларгония, или, как принято называть ее в простонародье, герань. Вместе с ними прижилась и наша обычная полевая ромашка, которая также расцвела в импровизированном саду. 27 июля молодежный центр «Импульс» совместно с представителями религиозных конфессий нашего района проведут беседу в формате онлайн посредством видеоприложения Zoom. Мы приглашаем всех желающих, особенно молодежь, поучаствовать в онлайн-конференции, которая состоится на платформе Zoom в 18 часов вечера. Конференция будет посвящена теме профилактики экстремизма и терроризма. Будут рассматриваться вопросы, как не поддастся на уловки вербовщиков, какие методы они используют, как они себя ведут, как сохранить себя в безопасности и своих близких. Ссылка на просмотр трансляции будет доступна в социальных сетях группы молодежного центра «Импульс» в Инстаграме и ВКонтакте.